Недавно я увидел отрывок из интервью украинского журналиста Виталия Портникова, который затронул тему взаимоотношений Грузии с Россией и условия деоккупации грузинских территорий. Если Владимир Путин увидит, что Грузия осталась без какого-либо содействия со стороны своих западных союзников, что она изолирована и беспомощна, то, безусловно, аппетит может возникнуть во время еды. И те, кто думает, что разорвав с Европой, Двилиси сможет решить вопросы своих автономий и создать некое конфедеративное или федеративное государство с Абхазией и Южной Осетией, будут очень огорчены. Потому что это не Абхазию и Южную Осетию Москва присоединит к Грузии. Я прошу прощения. Это Грузию Москва присоединит к Абхазии и Южной Осетии. Если господин Иванишвиль действительно думает, что он сохранит власть в стране в случае такого варианта развития событий, то пусть он вспомнит обо всех олигархах, которые содействовали Владимиру Путину в решении его проблем, о судьбе того же самого Бориса Березовского. И подумает о том, что, может быть, европейский путь – это гарантия не столько сохранения власти, сколько сохранения жизни. Насколько я помню, господин Портников – это один из тех людей, который, когда года полтора назад в определенных кругах было модно уличать Грузию в том, что та недостаточно поддерживает Украину, проводит не слишком жесткую политику по отношению к России и так далее, очень подробно разъяснил, почему Грузия проводит ту политику, которую проводит, и почему не стоит ее в этом упрекать. Однако, с высказываниями, озвученными в сегодняшнем видео, я в полной мере согласиться не могу. Вхождение Грузии в Абхазию и Южную Осетию – это, конечно, достаточно веселая и занимательная формулировка, но что именно она под собой несет? Ситуацию, при которой Грузия будет столь же зависима от России, как Абхазия и Цхинвали, это невозможно. Абхазия и Цхинвальский регион – это оторванные от Грузии куски территории, никем в мире, кроме России и нескольких стран, не признанные, которые и политически, и экономически существуют в нынешнем виде исключительно по причине того, что Россия держит их в таком состоянии, дабы оказывать давление на Грузию. Грузия – это все-таки всемирно признанное государство, абсолютно открытое для всех, более того, пытающаяся стать такой страной стабильность, в которой выгодно всем центрам силы. Россию оставляем за скобками, ибо это та страна, которая держит часть грузинских территорий под оккупацией, что уже не способствует стабильности. В Грузии присутствует достаточно много азербайджанских и турецких инвестиций и капитала, значит и азербайджанцам, и туркам нужна стабильность этой территории. Грузия активно развивает отношения с Китаем. Порт Анаклия, который много лет простаивал без дела, теперь должна строить китайская компания. Оставим в стороне какие-то личные оценки того, хорошо или плохо, что строит Китай. Главное это то, что подобная ситуация создает в том числе и интерес Китая в стабильном положении Грузии. Не стоит забывать как про США, так и про Евросоюз, которые тоже финансируют множество различных инициатив. Из-за разногласий с грузинским правительством по причине закона об иноагентах, возможно, какие-то аспекты финансирования сократятся, однако полностью оно не пропадет. Западные политики не собираются терять свое влияние на самую важную стратегическую точку Кавказа. Итого у нас есть Азербайджан, Турция и Китай, как три страны, которые точно не заинтересованы в какой-либо дестабилизации в Грузии или уходе Грузии в стопроцентную зону политического и экономического влияния России. Никому из них не нужно, чтобы их вытесняли российские компании. Никто из них не хочет, чтобы Грузия ушла в изоляцию, попала под санкции и так далее, ибо это создаст вопрос о целесообразности инвестиций, которые они уже осуществили в больших масштабах. Нынешние санкции, введенные штатами, это не санкции против всей страны, это точечные меры, направленные против определенных политиков. То есть страна от этого не закрывается, и ее вовлеченность в мировую экономику серьезных изменений не претерпевает. Не забываем про Запад, который даже несмотря на нынешнее охлаждение в отношениях с Грузией уходить из региона не хочет. Никто из всех этих игроков не является дураком, который заинтересован в том, чтобы просто так вливать бабло в страну, которая спустя какое-то время просто превратится во вторую Беларусь. Да и думать, что грузинская мечта какие-то идиоты, которые радостно лягут под Россию, это недооценивание хитрых и прагматичных людей. Оценивать их нужно не исходя из своего личного к ним отношения, а учитывая тот факт, что этим людям удается уже на протяжении 12 лет сохранять власть. Опрометчиво полагать, что у них отсутствует политическое чутье, и что они не понимают, чем и для страны, и для них самих было бы чревато стать второй Беларусью. Если бы они этого не понимали, то не смогли бы находиться во власти на протяжении такого длительного промежутка времени. Грузия – это страна, которая в силу своей географии вынуждена балансировать, когда речь идет о геополитике. Единственный путь для Грузии – это пытаться выстраивать политику равноудаленности. Лучший способ это сделать – привлечь к себе инвесторов из различных центров силы. Миром правят финансы, и если страна является одним из мест, куда кто-то направляет свои финансы, то он будет заинтересован в том, чтобы его финансы были в целости и сохранности. Когда сразу несколько сильных игроков в тебя финансируют, то они все вынуждены, во-первых, договариваться друг с другом и учитывать интересы друг друга, во-вторых, автоматически становятся заинтересованы в том, чтобы у тебя было стабильное положение. Грузия имеет возможность выстраивать такого рода политику. Насколько успешно она ее на практике выстроит – это другой вопрос. Однако, чисто теоретически, такая опция у нее присутствует. И, судя по нынешним тенденциям, появляется ощущение, что нечто подобное власти и пытаются реализовать. У Абхазии и так называемой Южной Осетии идентичной опции никогда не было, нет и быть не может. Они существуют в формате псевдогосударств только по воле России, которая, опять же, делает это потому, что хочет видеть в лице Грузии лояльного себе соседа. И этот фактор, конечно, опасно недооценивать. Россия, как империя, ставит цель иметь Грузию в зоне своего геополитического влияния. И, в той или иной степени, имеет. Хотя бы потому, что на данный момент держит под оккупацией 20% грузинских территорий, частично отрезая Грузию от Черного моря и в то же время, по факту, блокируя для Грузии шансы на вступление в НАТО. Будет ли Грузия зависима от России в случае деоккупации территорий? Конечно, в той или иной степени будет. Как и любая маленькая страна, граничащая с большой опасной агрессивной империей и вынужденная учитывать геополитический интерес этой самой империи, дабы не оказаться в состоянии войны. Однако, говорить, что Грузия войдет в состав Абхазии и ЮО, это примерно то же, что сказать, что Азербайджан вошел в состав Карабаха. Учитывая, что для возвращения Карабаха под свой контроль, Азербайджан в том числе шел на обилие договоренностей и компромиссов с Россией. И войну остановил, не дойдя до Ханкенди, и миротворцев разместил, и вообще никогда ни с какими предложениями Путина Алиев не спорил, а просто соглашался и дальше включал дипломатию, дабы продавить свои интересы и внушить России, что ей же самой будет лучше занять сторону Азербайджана. Каков итог? Всю территорию Карабаха Азербайджан вернул под свой контроль. Российские миротворцы как пришли на эту территорию, так из нее и ушли. Азербайджанское руководство учло все исходящие от северного соседа Риски и разрешило ситуацию в свою пользу. У Грузии, к сожалению, так сделать пока что не получилось. Однако можно ли говорить, что Азербайджан теперь колония России, вторая Беларусь и так далее? Конечно же нет. Азербайджан это как раз пример той самой политики равноудаленности. И дело тут не только в том, что они наладили тесные контакты с Турцией, хотя это тоже сыграло продуктивную роль, но и в том, что они устранили исходящие от России риски, хотя азербайджанские власти прекрасно понимали, что все эти 30 лет Россия де-факто была на стороне Армении и позволяла сохранять статус КВО в Карабахе. Для того, чтобы превратиться в колонию России, Грузии придется разорвать все тесные экономические связи, которые у нее сейчас есть с той же Турцией, Азербайджаном, а теперь еще и Китаем. А вдобавок еще и выпроводить западное влияние, чего никто в реальности делать не будет, невзирая ни на какое охлаждение в отношениях. А что, эти силы захотят уходить из Грузии и скажут, ладно, Россия, забирай, мы в сторонку уйдем? Конечно же нет, они будут до конца отстаивать свои финансовые и политические интересы. Максимум, чего Россия может добиться от Грузии, это гарантии того, что Грузия откажется от интеграции в НАТО и заявит о нейтральном статусе. А также того, что в Абхазии будет располагаться российская военная база, которую РФ на данный момент строит. Является ли это суперсильной зависимостью? Вряд ли, но это будет являться для РФ гарантом того, что Грузия даже после ухода Иванишвили не сможет резко изменить свой внешнеполитический вектор и заявить о том, что снова хочет вступить в Североатлантический альянс. Это та цена, которую придется заплатить в случае деоккупации территории. По-другому оно в нынешних реалиях вряд ли может быть. Либо же деоккупации не будет, и тогда военная база России все равно останется на территории Грузии, просто эта территория продолжит быть Грузии неподконтрольна. В общем, идеального сценария нет. Такова уж география. Можно либо ныть о том, как не повезло граничить с такой страной, как Россия, и как было бы здорово, будь у Грузии граница с, например, Нидерландами. А можно принять ту суровую реальность, которая существует, и действовать, исходя из реальной картины мира. Также мне кажется, что сравнивать Иванишвили с Березовским не актуально, ибо это вообще разные персоны, которые ставят перед собой абсолютно разные цели. Березовский хотел влиять на российскую политику. Иванишвили же заработал деньги в России 90-х и уехал в Грузию, дабы по итогу прийти тут к власти. И никаким гарантом безопасности для бензина никакая Европа и даже Америка не являются. Пример того, что происходит, если надеяться на какой-то один центр силы, продемонстрировал Михаил Саакашвили, который выстраивал одновекторную политику, полностью рассчитывал на Запад, и как итог, когда Россия в 2008 году совершила открытое военное вторжение в Грузию, то никто на Западе всерьез Путину ничего не противопоставил. Даже ни одной санкции не ввели, хотя бы для имитации озабоченности. Путин тогда ввел войска в Грузию, почти дошел до Тбилиси, остановился, и с тех пор российские оккупационные войска находятся на международно признанных территориях государства Грузии. Кто и что по этому поводу сделал? Никто и ничего. А что было бы, если бы Владимир Путин в тот период решил дойти до Тбилиси, сменить там власть силовым путем и поставить лояльного себе человека? А ничего бы и не было. Просто, видимо, Путин образца 2008 года еще не был готов на такие крупные геополитические военные авантюры, как Путин образца 2008 года. Собственно, территории в 2008 году Владимир Путин оккупировал, агрессию против грузинского государства провел, и все это просто схавали. Никто Мише всерьез не помог. А в 2012 году тот же самый Запад был за то, чтобы Миша ушел, и ему на смену пришел более сговорчивый с Россией бензин. Сейчас Миша находится в заключении. Оказывает ли ему кто-то из западных лидеров какую-либо более-менее серьезную помощь? Нет. Европейский суд по правам человека сначала отказал ему в переводе на лечение за рубеж, а недавно отказался признавать его политическим заключенным. Кого спасли? От чего спасли? Какая это гарантия? Какая безопасность? Не существует какого-то розового мира, волшебных радужных пони, в котором есть абсолютное тоталитарное зло, с которым борется светлое, прекрасное, демократическое добро. Ну, не работает таким образом реальный мир. Нет никакой борьбы демократии с автократией. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть список стран-союзников США вне блока НАТО. И окажется, что далеко не все из них представляют собой примеры западной демократии. И как-то это не мешает штатам с ними сотрудничать, и переживаний о недостатке демократии никто из американских чиновников не озвучивает. Нет абсолютно хороших и абсолютно плохих. Есть просто ряд сильных геополитических игроков, которые отстаивают свои интересы в том виде, в котором они эти самые интересы понимают, и делают они это таким образом, который им кажется наиболее подходящим. Все остальное это просто какие-то детские, инфантильные представления о мире, как о каком-то фильме, в котором добро борется со злом. Это, конечно же, совершенно не так. Просто существуют крупные страны, ведущие борьбу за увеличение зон своего геополитического влияния. Грузия, как главная стратегическая точка Кавказа, представляет интерес как для России, так и для Запада. То, что РФ является для Грузии вражеским государством, не означает, что нужно забыть о тех рисках, которые от этой страны исходят. Ибо, если Россия придет в Грузию войной, то никаких чудесных западных друзей абсолютно не будет волновать, сколько грузинских городов Россия уничтожит и какое количество людей убьет. Россия, конечно, тоже по этому поводу никаких сантиментов испытывать не будет. Для них это просто один из способов достижения своих политических целей. Вот сейчас Россия держит под оккупацией 20% грузинской территории. Абхазию и Цхинвальский регион. А что будет, если по тем или иным причинам она двинется дальше и займет больше территорий? Какая будет международная реакция? Новые санкции введут или что? В этом противоборстве центров силы такая страна, как Грузия, которая не обладает силовым ресурсом, однако имеет выгодное для этих самых центров силы географическое положение, должна просто пытаться выстраивать политику равноудаленности, дабы ни с кем не конфликтовать и в то же время создавать для каждого из центров силы такие условия на своей территории, при которых она захочет нести сюда свои финансы. А значит, автоматически станет заинтересован в том, чтобы способствовать стабильной обстановке и не потерять то, что инвестировал. Не будет никакого равноценного партнерства ни с Россией, ни с Западом. Никто из них не смотрит на маленькую Грузию, как на равного себе. И те, и другие хотят ее контролировать и диктовать свои правила игры. А если эти правила не соблюдать, то они начнут вставлять палки в колеса. В этом плане, конечно, Россия всех переплюнула, ибо пришла войной и оккупирует территории, дабы не пустить Грузию в блок НАТО. Но и США с ЕС сейчас активно встревают во внутренние процессы государства. Вводить санкции за то, что правительство страны принимает какой-либо закон у себя в стране, это высшая степень неуважения к суверенитету. Какой бы ни был закон, это внутреннее дело Грузии, и никто не должен в это лезть. Если раньше я был скорее прозападным, то сейчас, увидев их лицемерие и желание контролировать Грузию под лживой эгидой защиты демократии в чужой стране, розовые очки я снял. При этом, конечно же, не нужно разрывать отношения с Западом. Надо просто принять факт того, что в вопросе внешней политики это такая же империя, как и Россия, которая не будет смотреть на маленькую страну, как на равного себе. Обижаться на это не надо. Нужно просто адаптироваться под эти реалии, продолжать сотрудничество, но соблюдать определенную дистанцию, дабы нивелировать их попытки встревать в дела Грузии. Такая же позиция у меня по отношению ко всем странам. Сотрудничество с соблюдением дистанции. В этом и заключается равноудаленность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!